Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Треть кировчан согласны получать серую зарплату. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом «Суперджоп». Чаще соглашаются на скрытые от государства доходы те, кто получает невысокую зарплату. Утвердительно ответили 42% опрошенных с доходом ниже 50 тысяч рублей. Что касается возраста, то молодежь более лояльна к предложениям с серыми схемами, чем старшее поколение. Также чаще соглашаются на зарплату в конверте мужчины, чем женщины. 35% опрошенных сообщили, что отказались бы от таких условий, предлагаемых работодателем. Экономика. В Котельниче за 105 миллионов продают молочный завод. Комплекс сооружений занимает площадь более 2000 квадратных метров, расположен на арендованной земле в 3 гектара. Включают в себя здание молокозавода с оборудованием и разными цехами, офисное здание для персонала и склады. За все это просят 105 миллионов рублей. Объявление о продаже появилось на сайте Авида. Отмечается, что имеются также и все рецептуры производства молочных продуктов. Технология отработана. Известно, что предприятие Котельнический молочный завод, которое ранее работало на производстве, находится в процессе банкротства. В эфире экономика. А сейчас информация от наших партнеров. Часто предприниматели смутно представляют уровень прибыльности своего бизнеса. Один из шагов к получению реальных цифр – учет материалов, которые нужны для производства товаров или оказания услуг. Он системно защищает от воровства, перерасхода и закупок лишнего. И позволяет понять, сколько и на чем вы зарабатываете. Подчеркивает руководитель компании «Бухгалтеры Я» Татьяна Максимчук. С помощью учета материалов вы получаете чистые данные для расчета себестоимости и формирования чистой прибыли. Условно говоря, вы можете продавать услугу за 1500 рублей, просто взяв цену конкурента, посчитав, что это нормальная цена, но вы работаете на более дорогих материалов. Вот так, работая вслепую, вы можете генерировать убытки и даже не знать об этом. Открываем глаза на собственный бизнес вместе с «Бухгалтеры Я». Компания 13 лет работает на кировском рынке бухгалтерских услуг, следит за новшествами и бережет средства клиентов. Запись на консультацию по телефону 213-112. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».